Добрый день! Кинопанорама с Юрием Рязановым. И в гостях у нас Вадим Горяинов, продюсер многих фильмов, но один из самых известных – это фильм «Подобный». Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Какие еще фильмы вы продюсировали? Я продюсировал из тех фильмов, которые наверняка зрители смотрели, это фильм «Качели», фильм «Стиляги», фильм «Кислород», фильм «Географ Глобус Пропил» ну и многие другие. Ну, наверное, фильм «Подобный». Лучшие клубы Чикаго, Детройта и Калифорния. И подпись «Железный Иван гнет Америку». Боюсь, позориться боюсь. Ты не за меня, не за себя будешь бороться, а за всех. Я все смогу. Я никогда не проиграла. Ну, конечно, он один из любимых фильмов, и он… Очень давно мы купили с моим партнером, с Валерием Тодоровским, давно купили сценарий. И он какое-то время у нас лежал, потому что был кризис в стране в 2008 году, не было денег у кинематографистов. А потом, когда поменяли систему финансирования, и мы поняли, что… И нам после «Стиляг» государство дало на Поддубного аж 70 миллионов рублей, 74 миллиона рублей. Мы поняли, что у нас теперь появился шанс привлечь частные инвестиции, с возможностью их окупить и сделать настоящее большое кино. Мы, конечно, рассчитывали, что мы его снимем за 6 миллионов долларов в одном городе, в Одессе. Потому что в Одессе можно, по идее, снять все – и Париж, и Америку, и все-все-все. Но, к сожалению, не удалось нам вложиться в этот бюджет. Фильм стоил нам в результате 337 миллионов рублей, что по тому курсу было где-то в районе 11 миллионов долларов. И оказалось там, что только одни костюмы стоили 800 тысяч долларов, стоило производство костюмов. Потому что там несколько эпох, большое количество людей надо было одеть, все это надо было пошить. Снимали мы его и в Париже, Америку мы снимали в Болгарии, там в студии полностью построена Америка 30-х годов, на болгарской студии. Все это стоит, все приезжают и снимают. Это гораздо правильнее, дешевле и точнее, чем ехать в Америку, в сегодняшнюю, и делать из нее Америку 30-х годов. Мы снимали в Крыму, построили целый город, построили цирк Шапито. Это было в Крыму. И мы снимали деревню, вот хутор, где он родился и жил. Под Киевом есть такой музей на природе, где вот старые все эти дома, мельницы. Вот это вот, как было 200 лет, 100 лет назад, как все это выглядело, там музей под открытым небом. И нам разрешили там снимать. Это еще было до того, как началось ухудшение отношений. И мы замечательно снимали в Украине без всяких проблем. Вадим, эта личность историческая, подобная. Сколько вы выдумали, а сколько все-таки взяли исторических фактов? Вот это, наверное, интересный вопрос. Мы практически нигде зрителя не обманули. Единственное, мы, скажем так, некоторые вещи, мы же заканчиваем фильм, когда он возвращается на родину еще молодой и сильный. Он еще после этого прожил целую жизнь. То есть мы не делали фильм про жизнь, а мы делали фильм про какой-то кусок его жизни. На самом деле у нас в фильме, если вы обратили внимание, два финала. И, может быть, это с драматургической точки зрения неправильно. По идее, фильм надо было, наверное, закончить, когда он победил, наконец, этого француза. И вот здесь все, можно конец фильма. Но так как у нас все-таки была история, вот он еще в Америку поехал, он там всех победил, будучи 50-летним мужиком, который все думали, что все, сейчас его тут все повалят. Но он был от природы настолько силен и могуч, что он не проиграл в жизни ни одной честной схватки. То есть вот он этому французу тогда проиграл, но это была нечестная схватка, тот намазал себя нефть. То есть для него поражение было невозможным. И он на сегодняшний день является героем, эталоном для всех борцов всего мира. То есть такого сильного человека природа больше не создавала. Представляете, он продолжал бороться до 70 лет. Вадим, наверное, такой вопрос. Кто позвал Михаила Пориченкова на главную роль? Чья это была идея? Эта идея была Валерия Тодоровского. И надо сказать, что сначала у нас возникли некие недопонимания с Пориченковым. Потому что его агент потребовал очень большой гонорар. Он тогда был очень востребован на телевидении, там, доктор Тырса. Ему платили большие гонорары. И как-то его агент не сразу понял, что это роль всей его жизни вообще для Пориченкова. И мы разошлись сначала. Мы начали искать другого актера и не нашли. Целый год потратили. Не нашли другого актера. Мы пробовались. 20-30 человек провели пробы. И в конечном итоге Пориченков вернулся к нам. Мы вернулись к нему. Потому что и он снизил свои требования по гонорару. И мы как-то пошли друг другу навстречу. И я должен сказать, что несмотря на все трудности, которые возникали во время съемок фильма, Михаил актер такой старой правильной формации. То есть он сделал невероятное. Для того, чтобы быть поддубным, он с тренером за полгода до фильма начал качаться. И накачал там не жира, набрал 18 килограмм, что легко, ешь сладко и будет тебе вот такое пузо. Нет. Он накачал 18 килограмм мышц. Когда он пришел в первый съемочный день на съемочную площадку, я его не узнал. Пришла такая огромная гора. Мы говорим, Миша, что с тобой случилось? Он говорит, 18 килограмм. А что вы хотели? Вот такая вот работа актера. Сейчас, естественно, эти 18 килограмм ушли. Но он крупный. Но для поддубного, конечно, ему мощи не хватало, чтобы такой настоящий русский медведь. Так что мы, конечно, очень благодарны Пореченкову. Но, как я думаю, и он благодарен нам. Потому что мне кажется, что это лучшая его роль в кино. И самое точное его имиджевое попадание. И самая-самая правильная история для него. И для нас, конечно, тоже мы ему очень благодарны. Тяжела профессия актера. Но если она нравится, то можно набрать 18 килограмм. А я знаю примеры, когда, наоборот, женщина, которая играла, должна была играть монашинку, она 25 дней голодала. То есть есть такие примеры. Да, это очень распространено. Например, Рене Зельвегер, замечательная актриса американская. Она для Бриджит Джонс, она же там есть и худая, и толстая. То есть она там 20 килограмм гоняла туда-сюда во время съемочного периода. Она-то по жизни худая, но для Бриджит Джонс она 20 килограмм наела. Как другие страны покупали ли этот фильм? Как это отреагировали? Та же Америка, так же Франция? Вообще русские фильмы продаются только какие-то, скажем так, подобные международных продаж не было. Более того, например, на Украине его вообще запретили по непонятным для меня, честно говоря, причинам. Мы просто взяли и запретили этот фильм. А в каком году запретили? Это произошло, соответственно, если мы его прокатывали в 2014 году, значит, его в начале 2014 года все его запретили. Зарубежному зрителю такой фильм, наверное, мало интересен, потому что мы все-таки делали фильм для русской аудитории, для людей, для которых Поддубный является символом, героем, которого знают, про которого складывают мифы, существуют легенды. Это очень и очень интересная история. Но, скажем там, для французов или для немцев или для американцев этот фильм не интересен никоим образом. Поэтому про зарубежные продажи их практически не было. А это ведь в этом нет ничего плохого, это нормально. Потому что, понимаете, вот, на мой взгляд, Америка, она навязывает своих супергероев. И она не поймет, она не примет, что есть какие-то другие супергерои, такие как Поддубный, которые побеждали во всем мире. А нам, как россиянам, как раз нужны именно эти, потому что мы должны учиться на ком? На наших, на своих героев. У нас их, я думаю, ну, как минимум таких Поддубных, ну, десяток, наверное, можно насчитать таких вот. Поддубный у нас один, а героев у нас действительно много. Но я с вами согласен. Я, например, когда делаю фильмы, я рассчитываю только на русскоязычную аудиторию. То есть на людей, которые выросли на русской культуре, для которых шутки, которые мы делаем, они понятны. Для людей, для которых... Я не Голливуд, я не могу делать фильмы на весь мир. Голливуд заточен на то, что они делают сказку, которая там понятна во всем мире, и они ее продвигают и продают на весь мир. Кстати, сами американские независимые производители тоже недовольны Голливудом. Они не могут попасть в прокат в Америке, потому что там идут голливудские фильмы. Голливуд — это не Америка. Голливуд — это транснациональные огромные корпорации, которые собирают деньги на фильмах, на мерчендайзинге. Они собираются всего мира. И с ними конкурировать бессмысленно, я имею в виду в мировом масштабе. Но на своем рынке мы обязаны конкурировать, мы обязаны давать людям те ценности, которые являлись ценностями для наших бабушек и дедушек. Мы не можем потерять свою идентичность, потому что не может быть глобального человека. В человечестве тема богата, то, что есть русские, есть американцы, есть евреи. И у каждого есть какие-то свои моральные принципы, свои моральные подходы. И этим человечество богато. Мне немножко в конце финал покоробил, что американский банк не вернул деньги подобному. Вот был ли такой факт на самом деле? Или здесь немножко... Там на самом деле он не то, что не вернул. Они сказали, что у вас депозит, вы можете снять деньги по истечении какого-то времени. То есть деньги ваши, но они еще год должны лежать на депозите. Такие вещи бывают, особенно в эпоху Великой депрессии. Банки банкротились, и у нас бывали деньги, людям не могли банки вернуть. На самом деле в реальной истории с Поддубным этого не было. Американцы готовы были ему отдать деньги, но он поехал в Россию для того, чтобы похоронить свою сестру, которая умерла. И обратно из Советского Союза его не выпустили. Как мы помним, в Советском Союзе в эти 30-е годы уже было достаточно такое... Если в 20-е годы еще можно было куда-то более-менее спокойно выехать, поэтам, артистам, и где-то Маяковский спокойно ездил в Париж, и Сенин ездил в Америку, и это было нормальным, то в 30-е годы режим ужесточился, железный занавес опустился, и его просто не выпустили из страны. Его деньги так в Америке и остались. То есть, получается, какие-то наследники сейчас могут претендовать на эти деньги? В принципе, да, но я думаю, что так все перемешалось. То есть, непонятно, в каком банке он их хранил, это все надо раскапывать наследникам, что от них осталось. Но, наверное, деньги там где-то... Кто-то их все-таки этими деньгами попользовался, я так думаю. Наверное, да. Все-таки фильм, наверное, не об этом. Не о том, сколько денег потерял подобные. Совсем, наверное, не об этом. Да, фильм совсем не про деньги. Фильм про силу духа, про любовь. Про любовь. У него была единственная жена, которая погибла, действительно. И другой жены у него не было. Про любовь к своей семье, про любовь к своей родине, про силу духа. Ну, вот про какие-то такие вещи. Я вот знаю, в том числе и с фильма, что подобное закончил довольно в нищете. Нет, это неправда. Это рассказывает абсолютно неправда. Он был народным артистом Советского Союза. Он до самого конца продолжал выступать. У него никогда не было проблем ни с деньгами, ни с работой. И наоборот, он, пользуясь своим положением, часто помогал кому-то, у кого были какие-то проблемы в жизни. Это реальная история. Но никакой нищеты у него никогда не было. Это неправда. Государство советское, несмотря на то, что оно его за границу не выпустило, но оно ему предоставило работу, предоставило жилье, платило хорошие деньги. Нищем он никогда не был. Но и миллионером долларовым он не стал, каковым мог стать, соответственно, вернувшись обратно в Америку. Но я думаю, там бы ему было все-таки скучно, честно говоря. Как пришла идея создать именно фильм о подобном? Знаете, по-разному приходят сценарии. Так получилось, что один из деятелей кино, решив завязать с этим бизнесом, у него он продавал сценарии просто. И мне попался этот сценарий уже готовый, написанным Юрием Коротковым, но не до конца оплаченный еще сценарист. Я прочитал сценарий, у меня он вызвал бурю эмоций, слезы. Я понял, что это гениальный сценарий, его надо покупать. Я его купил, мы купили его вместе с Валерием Тодоровским. Он просто вот к нам пришел, вот так этот сценарий. Мы его не заказывали, мы его не искали. Мы его... Просто, когда появляется хороший сценарий, он появляется очень редко. Откуда-то, может быть, от Бога, не знаю, от друзей. Его надо сразу покупать. И вот даже думать не надо. Надо найти деньги и купить сценарий. Он может... Может, вы его через 10 лет снимете. Может, сейчас нет возможности снимать по каким-то причинам. Но этот фильм, если у вас хороший сценарий, когда-то для него придет время. Вот для подобного время пришло очень вовремя. И мы его сделали. И смогли деньги собрать. И смогли поддержку получить от телеканала «Россия». Потому что он был востребованным в этот момент. Обществу требовалось такой фильм. Он был востребованным. Поэтому он в прокате собрал 240 миллионов рублей. Его посмотрело порядка 7 миллионов человек. Его 7 миллионов человек его посмотрело, когда его показал канал «Россия». Он по телесмотрению, по рейтингам, он номер один в том году, в котором выходили все разные другие фильмы. Я сейчас не помню, с кем его сравнивали. По-моему, «Высоцкий, спасибо, что живой». Еще много каких-то интересных, больших фильмов. Но «Поддубный» на телеканале показал самый высокий рейтинг. Номер один в году. То есть люди очень хотели увидеть. И в кинотеатрах 240 миллионов. Для «Поддубного» это очень большая сумма. Это значит, что он был востребован и молодыми, и более старшим поколением этот фильм. То есть он интересен оказался, как говорят, для всей семьи. То есть он оказался интересен всем поколениям русских людей. Ну и есть, чем получиться у «Поддубного», «Селедуха». Ну у нас все по-настоящему. У нас Париж, мы снимали в Париже. У нас французские актеры, все французские актеры. Американцев играют американцы. То есть у нас фильм сделан максимально достоверно для зрителя. То есть никакого, ну как иногда бывает, взяли на роль американского актера русского, ну и он изобрали, или прибалтийца, да, как это раньше было принято. Нет, у нас все по-настоящему. Париж, получите Париж. Шапито, мы построили настоящее Шапито. Вадим, ну что могу сказать? Спасибо за фильм. Приятно, что... Спасибо вам в первую очередь. Спасибо зрителям за то, что они смотрят этот фильм. Такие фильмы нужны. Ваш пример показывает, что все-таки в России нам нужно российское, качественное, хорошее кино, которое ведет нас вверх. Еще раз, в гостях у нас был Вадим Горяинов, продюсер фильма «Подобный». Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.